Эй, ну как вы там? Живы-здоровы? Надеюсь. Всем привет, с вами Войс и... Всем привет, с вами Войс и я решил записать небольшое видео. Хотел оставить всё это дело, как-то забросить полностью YouTube, удалить канал, удалить себя из социальных сетей и, в общем, психануть, короче. Но это не связано с тем, что мне делать нечего или внимания хочу. Просто мне казалось, что мне нужно изменить немножко свою жизнь, так сказать. Поэтому, в общем, долгое время я думал, что мне с этим всем делать и в конце концов пришёл к выводу, да ничего такого делать-то особо и не надо, ничего, никаких радикальных изменений, да и всё в таком духе. Недавно вас спрашивал, что вы вообще думаете насчёт этого в группе, в комментариях. И смотрю, многие отвечают, многие люди ещё ведь помнят. Хотя прошло столько месяцев, технически мой канал находился в ненормальной активности в течение года. То есть я заливал какие-то там видео, там раз-два кидал, но они были неинтересны. Я даже не пытался сделать так, чтобы они продвигались. Я даже не пытался, получается, не был вдохновлён тем, что... Не был вдохновлён самим прогрессом. Я не хотел ничего улучшать. Поэтому, как бы, можно сказать, что технический год я был неактивным. И тут, вот, под конец, можно сказать, месяца два назад я думал, чтобы вообще его закрыть. Но, видя то, что на самом деле кто-то комментирует, кто-то до сих пор помнит, постоянно мне до сих пор пишут, каждый день по несколько сообщений. И это как-то не даёт мне забыть про YouTube. Также очень приятно смотреть на то, как раз тебе кто-то написал, смотришь аватарка. И на аватарке ты сам, ну, то есть я. И приятно становится сразу, приятно становится, когда для тебя пытаются делать какие-то работы, кидают тебе в личку. Помнят ещё и просят, чтобы я, наконец, записал видео. Я знаю, у некоторых уже бомбит. Некоторые меня просто возненавидели из-за того, что я перестал записывать видео. Это очень странно звучит, но так оно и есть. Меня ненавидят, хотят, чтобы я сдох, если я не буду записывать видео. Это необычно. Какой-то там постер, баннер Майнкрафта висит. Ну, это не моя комната, здесь какие-то там котики и всякие белочки сзади меня. Там находятся птички. Я сейчас тупо сижу на кровати, там лазаю по всяким группам, по Ютубу, пытаюсь что-то изменить. Вот там у меня баннер поменялся, наконец, заброшенный полностью канал, как будто мёртвый на самом деле. Последнее видео месяц назад, да и то убогие какие-то видео, на самом деле-то ничего особо так и не было. И, если честно, посмотреть на видео, которое я записывал, у них даже определённой тематики нет. Это не какие-то вразнобои вообще всё попало. И, короче, надо с этим что-то делать. Надо это всё чистить, надо что-то удалять, что-то новое загружать и уже настраивать себя на определённую тематику, наконец, на стабильную работу. Потому что я так понял то, что раз у меня это получается на самом деле, раз вы все так хотите видеть что-то новое, и раз, даже зная то, что у меня не было столько времени на Ютубе, и вы до сих пор просите, чтобы я записал новое видео, мне кажется, это дело нельзя бросать. И надо себя как-то вот пинать под зад постоянно, что ли, в конце концов. Потому что все факторы указывают на то, что у меня это получается, я должен это продолжать, я должен продолжать заниматься этим. Но вот это вот моя не тупость и не лень, а вот непостоянство и непонятность, как-то это всё мне мешает. Это очень странно объяснить, но так оно и есть. Но сейчас я потратил буквально несколько дней, ничего не делая, на обычные раздумья, что мне конкретно делать. Не только насчёт канала, да и вообще насчёт всего. Насчёт своей жизни, насчёт учёбы, насчёт всего-всего-всего. И пришёл к выводу. Какому выводу, я вам не скажу, потому что он очень огромный. Но скажу вам то, что мне нужно продолжать заниматься Ютубом. Это один из, получается, итогов, которые я подвёл. Ну, в общем, в принципе, всё пока как-то так. Тяжело было записывать в колледже просто, потому что много людей, все они ходят зад-перёд. И посторонние звуки мешают. Да и вообще, мне кажется, мой ноутбук скоро загнётся. Потому что он уже старенький, ну, как бы, три года, но он мощный сам по себе. Поэтому, если он продержит год, то было бы хорошо за этот год. Я думаю, я бы смог накопить на другой финансовое просто положение. Тоже оно как-то мешает иногда. Но это ерунда, из этого можно выходить. Вон всякие совы на потолке, лягушки, черепаха, солнце. Как же мне Майнкрафт... Как же мне надоело этот Майнкрафт, честное слово. Он везде, он повсюду, он заполонил мир просто. Это жесть. Недавно прошло Рождество, и скоро наступит Новый год. Новый год наступит буквально через несколько дней, и новогоднее настроение у меня есть. Хотя здесь не празднует, по сути, Новый год. Ну, не знаю, мне всё равно как-то весело. Смотрите, кошку задавило постером вот здесь. Когда выйдет новое видео, ты будешь записывать или нет? Вообще обленился, новых видео уже давным-давно нет. Так, если новое видео не появится, я приду к тебе и зарежу тебя. В общем, я думаю, что всё пока на этом. Я буду думать... Как мне лучше... Я запутался. Короче, в общем, я буду думать, какую мне тематику лучше выбрать, и как вести политику канала. И вот как я определюсь, я сразу начну буквально... I'm gonna kill it. То есть, я вообще прям... Бум! Ну, в общем, мне кажется, на этом всё. И я постараюсь сейчас определиться конкретно с тематикой, чтобы полностью уже настроиться и начать развивать свой канал. И конкретно я бы хотел, чтобы активность у меня возросла буквально за короткий срок. Вложиться так, чтобы прям вот зашибись было. Ну, и попробовать держать канал в стабильности хотя бы в течение года. Я думаю, это возможно, и у меня может получиться, если я захочу. Главное желание, и всё. Спасибо большое за то, что остаётесь со мной, и я постараюсь вас не подвести. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok